Сегодня мы будем еще готовить крем-суп из тыквы. Для этого нам понадобится грудка куриная, картофель, лук, чеснок и вот тыква, это желтого цвета, и морковь. Тыква с моего огорода, я ее все время на зиму заготавливаю, через терку натираю и замораживаю. Это в основном для оладушек, но и для супа. И все это мы сейчас кладем в кастрюлю и начинаем варить. Нет, неправильно. Сегодня мы еще с вами приготовим крем-суп из тыквы. Для этого нам понадобится куриная грудка, картофель, лук, чеснок и тыква и морковь. Тыкву и морковь я заготавливаю на зиму через терку и замораживаю. Таким образом применяю в разные блюда. Обжариваем лук и чеснок. Я это сделала на сливочном масле. У кого повышенный холестерин, можете сделать на рафинированном подсолнечном масле. Далее разрезала картофель. Все сложила в кастрюлю. Сейчас туда добавлю лук, чеснок и будем варить до готовности картофеля и мяса. Так, суп сварился. Я его процедила через сито. Почему? Потому что у меня ведь тыква и морковь были натертые на терке. Это раз. Ну и все овощи, в принципе, все процедили. И вот сейчас поочередно в блендере надо все это размолоть. Вот получился такого цвета суп. Он еще немножко жидковатый, потому что горячий. Вот, но он немножко все-таки постоит, будет погуще, а потом еще гуще. Уже будет настоящее суп-пюре. Но я еще иногда добавляю приправки чуть-чуть. Вы добавляйте, какая вам нравится. Ну, я вот в данном случае добавила чуть-чуть базилика. Не знаю, понравится ли суп моему мужу, но кушайте на здоровье. Я вот попробовала. Вкус очень хороший. Продолжение следует...